Всем привет! Сегодня я хочу показать вам, как я буду красить волосы, вернее тонировать другим тоном, другим цветом краски. Меня часто спрашивали на канале, после того, как вышло видео 100% седина, а если использовать другую краску, другой цвет. Я отвечала многим на эту тему и говорила, что можно использовать любую краску, и если вы будете смешивать ее с водой и шампунем, конечно, будет другой эффект. Но если вы хотите слегка рыжий цвет, значит, тона берете, соответственно, рыжие. На сегодняшний день у меня краска, это палисандр. У меня уже было окрашивание этой краской. Я не снимала на видео, просто взяла, разбавила и решила посмотреть, как получится. Видите, у меня отросли корни, корни седея, 100% седина. Цвет волос был розоватый. Кто любит такие тона, можете прям использовать, даже не задумываясь. Посмотрите, какой цвет. Но волос влажный. Я только после бани и вот решила вам показать, как это будет выглядеть. Хотя, почему я стала использовать эту краску? Потому что в данный момент той краски, которой я все время пользовалась, исчезла из продажи. И мне пришлось взять то, что было. Но сейчас эта краска появилась, и я купила себе ее про запас. Две пачки, думаю, мне надолго хватит. Я сегодня могла бы их как бы разбавить. Взять немножко этой краски, добавить той. Но все-таки решила оставить, как есть, и показать вам, какой будет результат, если использовать другой тон краски. Ну что, начинаем разводить и посмотрим, что же получится на этот раз. Вот такая краска у меня на этот раз. Estelle 675 Palisandre. Цвет у палисандра сейчас немного здесь неправильно показывает. Сейчас я вам покажу более, чтобы было видно. Посмотрите, какой оттенок. Почему я ее взяла? Используя эту краску, получится приятно розоватый оттенок. Окислитель 6%. Половина тюбика краски. Все тщательно перемешиваем, как мы делаем все обычно. Меня часто спрашивают, почему я добавляю воду, почему я именно использую это все после мытья головы, когда окрашивать волосы нужно на грязные волосы. Вот это все то, что я сейчас размешала, как раз бы пошло для того, чтобы использовать на грязные сухие волосы. А так как я из этой краски делаю тоник, как-то мне написали, что это водяная баня, наверное, так оно и есть. Поэтому тонируем мы волосы только на чистые, влажные. Добавляем воду. 5 столовых ложек у меня уже приготовлено. И немного добавляем шампунь. Получается у нас очень жидкая масса, которую очень легко наносить руками на влажные волосы, как бы на мыливые головы. Мы же используем какие-то специальные есть тоники, тоники шампуни окрашивающие. Мы наносим просто на волосы и оставляем на несколько минут для тонирования волос. Это получается то же самое. Видите, она какая жидкая. И сейчас я нанесу все на корни. Именно на корни, потому что у меня корни белые, а концы все-таки окрашенные. Потом в конце уже процедуры я могу немножко нанести на остальные волосы, чтобы цвет получился более равномерный. Вот так мы разбавили. до однородной массы получилось. Очень хорошая консистенция. Приятная даже мне на глаз. Сколько минут я буду держать такую краску? Но недолго. Гораздо меньше, чем я использовала другой тон краски. Почему? Потому что цвет другой и может получиться непредвиденный результат. Как только корни начнут немножко темнеть, я добавлю немножко тоника на все оставшиеся волосы, которые я не затронула. подержу буквально 1-2 минуты, но минуты 3 и буду смывать. Ждем, как будет проявляться результат. результат на мокрые волосы. Но мокрые волосы всегда кажутся темнее. Если вы боитесь, что останется такой темный цвет, не бойтесь. Но вот так легко и быстро прошло окрашивание волос. Мы сегодня с вами тестировали другой тон, другой цвет. И я вполне довольна результатом. Это мое второе уже окрашивание. И если вдруг не будет той гаммы 7-75 ореховая прелине, я знаю, что можно взять тот тон, который мне нравится. Главное, разбавить ее водой и шампунем. Ну вот, наверное, все. Говорю вам всем до новых встреч на моем канале. Всем пока-пока.